Под председателем Акимолбаси прошло заседание регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в регионе. С 2011 года в области совместно с британскими инвесторами реализуется проект по автоклавной переработке черных сланцев на Ванадевом месторождении Баласаускандах. С 2016 года предприятие экспортирует свою продукцию в Тайвань, Россию, США и Великобританию. За 7 месяцев этого года фирма «Балауса» экспортировала более 120 тонн метаванодата аммония на 658,2 миллиона тенге. В течение 2018 года пытаемся продлить срок действия контракта в соответствии с контрактом, привести до 43-го года. Значит, параллельная компания на опытно-экспериментальном заводе перевела этот завод в режим коммерческого производства. И в 2018 году вышла на стабильную переработку, как в Анаде, в конце проекта, так и в настоящее время за 9 месяцев текущего года поставила на экспорт Великобритания, Россия, Тайвань и США продукцию на 1 миллиард тенге. Основным является третий этап проекта – строительство горно-обогатительного комбината. Намного выгоднее выводить на экспорт не сырье, а готовую продукцию. Однако инвесторы не торопятся приступать к реализации проекта. Глава региона жестко потребовал от руководства компании утвердить план действий в этом направлении до 10 октября. Когда мы начнем строительство горно-обогатительного строительства, то есть ранее на зубчатые сроки все прошли, мы, конечно, готовы оказаться в действии с тем, что там необходимо решение центрального государства нашего принято в поддержку этого проекта. Но и мы тоже должны понимать, насколько мы готовы быстро двигаться. Та же ситуация с проектом строительства солнечной электростанции мощностью 10 мегаватт в Жанакурганском районе. До сих пор нет конкретной работы. Болгарская компания с богатым опытом Hydro Energy выразила интерес к реализации проекта. Акимобласти пообещала всяческое содействие. Главное условие – незамедлительно приступать к работе. Наши компании выгрявят в членко проекта Солнечная электроцентральная мощность 10 мегаватт. Став първи иностранни компании получают такой проект в соответствии с нови прави Министерства енергетики. Этот факт бил отмечен Европейским банком реконстракции и развития. И они уже възразили заинтересованность. Сейчас проработать положительные решетопорства для заведения земельного участка для реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 10 мегаватт. Но мы, со своей стороны, просим вас, чтобы вы тоже делились быстро. Российская компания GTL представила свой проект по строительству завода модульного типа по переработке попутного нефтяного и природного газа. Годовая мощность проекта – 20 тысяч тонн. Проект позволит производить высококачественный бензин и дизельное топливо с использованием высоких технологий. Мы посмотрели в дегустриальную зону, шикарная зона, все подведено, вся инфраструктура. Идеальный вариант был, если бы нам выделить 2 гитара земли. Нам достаточно. Нет вопроса. В целом глава региона одобрил данный проект. В завершении Крымбек Кущербаев еще раз обратил внимание инвесторов, что регион готов к работе. Вопрос лишь в том, готовы ли инвесторы. Мы ждем конкретных действий и готовы сами конкретно действовать. Покажите, что вы можете работать. И в самые короткие сроки. Договорились, да? Алина Параджан, Бекблата Абденов, Торихан Кожахметов, телеканал Казарда.